Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Лариса Асланбимна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я слышала, что в системе судебных приставов есть какие-то новые изменения. О каких новшествах вы хотели бы нам рассказать? Доброе утро, Белла. Да, на самом деле для удобства граждан Российской Федерации Федеральная служба судебных приставов на едином портале государственных и муниципальных услуг запустила сервисы ФССП России. Так, сервис ход исполнительного производства является очень удобным скоростным сервисом. Любые граждане могут на портале государственных услуг запросить информацию о ходе исполнительного производства. Данный сервис является, как я уже сказала, более 90% обращений рассматривается в течение 30 секунд. То есть, подав заявочку, можно в течение 30 секунд получить информацию интересующую. Данный сервис также является очень активно. Активно пользуется. С конца 2020 года ежедневно регистрируется более 30 тысяч обращений и заявок на данном сервисе. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что люди, не выходя из дома, могут решать какие-то свои вопросы. А конкретно какие вопросы они могут обсудить судебными приставами? На портале госуслуг в первую очередь люди могут узнать информацию, имеются ли в отношении них исполнительные производства возбужденные. То есть, являются ли они должниками по каким-либо категориям исполненных документов. Это могут запросить и как должники, так и представители организации. То есть, любые граждане могут запросить там информацию. Более того, кроме того, чтобы запросить информацию, нужно получить расширенную информацию. Нужно запросить эту услугу на едином портале госуслуг и узнать, есть ли какие-нибудь ограничения действующие. То есть, ограничения не должны к праве выезда. Есть ли какие-нибудь действующие аресты в отношении его. Может, запреты какие-то, запреты по транспорту или в части управления транспортом. Спасибо, что вы пришли и разъяснили нам эти вопросы. Я желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Базинская редакция» в 14.30 вести с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Новый информационный день продолжает. Интерсимбад предлагает все для весенней посадки. Семена, удобрения, укрывной материал, средства для весенней обработки сада. Ждем вас по адресу Черкесск, Балахонова, 70. Телефон 21 70 71. Грандиозное шоу династии Багдасаровых в Кисловодском цирке с 13 марта. Биберлэнд. Миру сыр. Перенестись во время непросто. Никогда прежде музей не был таким реальным. Здесь начинают чаще биться сердца. Здесь мурашки по коже. Здесь понимаешь истинную цену жизни. Пройди этот путь. Проживи это время. Музей Победы. Экспозиция «Подвиг народа». Продолжение следует.